Сидеть в СИЗО, пока идут расследования и суды, тяжелее, чем отбывать наказание в колониях. Разумно посчитали федеральные законодатели и разработали ряд изменений в Уголовный кодекс. Теперь установлена кратность зачета времени содержания под стражей в срок отбытия наказания. По колониям общего режима кратность зачета представляет собой полтора дня нахождения осужденного в следственном изоляторе до вступления в законную силу, одному дню лишения свободы, а по колонии поселения определяется кратность, равная двум дням нахождения сужденного в следственном изоляторе до вступления в законную силу, одному дню лишения свободы. Произошли изменения в домашнем аресте. То есть в настоящее время домашний арест будет засчитываться срок лишения свободы. Из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей. Сокращение наказания в счет уже отбытого положено не всем осужденным. Под статьи закона не попадают террористы, те, кто отбывают срок за ряд статей наркотической направленности, также осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. На строгий режим содержания федеральные новеллы тоже не распространяются. Зачастую бывает так, что срок пребывания в СИЗО едва ли не больше полученного срока. В этом случае с учетом кратности осужденного отпустят, когда решение вступит в силу. Новеллы распространены и на тех, кто приговорен к исправительным работам и ограничению свободы. Количество лиц, которые у нас подпадают на пересмотр, 44 человека. Из них 17 направлены в суд. В настоящее время пока находятся материалы на рассмотрении и вступивших в законную силу, в настоящее время также у нас отсутствуют. Суды уже пересмотрели дела 965 осужденных. Сотрудники УФСИН отмечают, спецконтингент новость воспринял спокойно, без ажиотажа и оживления. В настоящее время в отношении 266 осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях общего режима и в колониях-постелениях, принято судебное решение. По применению данного федерального закона в отношении 42 осужденных, значит, с учетом кратности зачета времени содержания, осужденные освобождены из мест лишения свободы. И в отношении 224 осужденных срок наказания сокращен. Поведение осужденного в СИЗО или непосредственно в колонии значения не имеет. Право должно быть реализовано. Руководство исправительных учреждений разъясняет спецконтингенту, кто имеет право на изменение срока и какие документы нужно подать в суды.